Такая поистине мудрости и просветления достигает лишь тот, кто познает в себе свет и тьму. Это прямо надо запомнить. То есть ты никогда не достигнешь мудрости, ты можешь быть умным, интеллектуальным, можешь нобелевским лауреатом стать, но это не мудрость. А вот поистине мудрости и просветления достигает тот, кто познает в себе свет и тьму. Это самое главное. Но для человека в прикладном в себе понимании свет, тьма, у него же представление физическое, ну вот свет выключил, тьма. У солнца вышла свет, солнце зашло, тьма. И тогда о чем речь идет? И вот наша задача, как бы, человеку так это показать, чтобы он просто не мог не понимать этого. Он понимал бы это как очевидность. Так вот, есть две вещи, на которые мы не просто полагаем, наивно полагаем, что мы понимаем, что это такое. А на самом деле это далеко не так и вообще совершенно не так. Есть, я вот по этому и тему сегодня выбрал, чем ум отличается от разного. И вот, если даже в начале, слово разум, вот, разделите по словам, ра, ра это что? Это свет, это свет. Зе, зе, это земля. Ну, зе, слово земля начинается зе. То есть это получается свет, нисходящий на землю. Свет, нисходящий на землю, а средство этого, что порождается? Порождается ум. Это вот, когда свет попадает на предмет, предмет отбрасывает тень. Понимаете? Значит, то, что мы называем умом, а в том числе на этой базе это наше эго, это, ну, наше самость, вот это все, это тень от ума, тень от разного. То есть ум, это тень от разного. И тем не менее, да, мы, большинство людей, тотально, да, начиная от рождения, они живут от ума. И восприятие, все, что мы в мире воспринимаем, это от ума. И такой главный момент. А с чем он связан? Вот если взять земля относительно нас, это тело, каждого тела. У каждого разума это свет есть. И язык разума это интуиция. И язык разума это чувство. С точки зрения, вот, как плюс-минус, это положительный потенциал. И вот этот потенциал, он у нас пронизывает сверху, донизу и проходит через каждую клеточку. У нас нету ни малейшего, даже в физическом теле, что не было бы пронизано разумом. И вот когда люди обсуждают, например, вот я смотрю, Татьяна Черниговская, она специалист в области изучения головного мозга, да, нейроны, нейронные связи, да, что за что отвечают, сколько бы вот они ни говорили, они все время он, 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 мозг. Но, ребята, ну, вы же сами сказали, что, вот она говорит, когда Война Есенецкий вскрыл человека, вскрыл мозги и говорит, я вскрыл человека, я видел головной мозг, но ума там не нашел. Вот это как раз говорит о том, что не сам де-факто головной мозг, как жил и вода, в принципе, да. Не вот этот неокортекс, вот эти, не они управляют. Так вот всем этим хозяйством, равным, просто, ну, Вселенной, даже сложнее, чем Вселенной, да, которые, вот представляете, сотню, там, около ста миллиардов нейронов, а дальше периферическая нервная система, и всем этим управляют, это то, что разум называется. Это и есть свет, это то, что нас проникает. То есть это разум. А мы, с проста ума, мы вообще, нас кормляем просто разум. И вот получается, что мы свой ум почему-то называем разумом. А на самом деле далеко не так. И вот здесь есть у меня один такой, я с удовольствием слушаю проповедь, ну, кто что думал. Раньше читал много, сейчас, ну, читаю, так же слушаю. И вот мне очень нравится, такой актер был, да, музыкант Петр Мамонов, покойник. Он в фильме «Остров» играл. Он, ну, такой вот, ну, как сказать, человек, а мы чем-то похожи. Вот по жизни он столько претерпел. Ну, действительно, там самых, я не знаю, таких лабиринтах ада пробыл, потом вышел, как бы, внутри, и он настолько не врет. Он вот подъезд истинный, да. И вот он говорит, ну, я вот недавно почитал там его, да, ну, прикоснуться к Спасителю. Ну, вот хотя бы немножечко, вот рядом, к Спасителю, к Спасителю. И вот здесь идея Спасителя, да, ну, вообще вот Спаситель, да. А о чем идет речь? И вот сейчас я хочу так вам рассказать, чтобы вы поняли. Ну, вот представьте себе эту ситуацию элементарную. Вот я Исмаилу сегодня пытался говорить. Вот, например, если мы говорим, масштабировать, да, что Вселенная подобна атому. Ну, она устроена так же, как атом. То есть Вселенная подобна атому. Мы же можем, да, то есть с чего-то вообще необъятного в атом. И от атома дойти до Вселенной. Вот точно так же я говорю в этой же, ну, в этом же алгоритме. Представьте себе, что вы, вот ситуация бытовая, кое прямо сейчас происходит в мире миллион. Вот, например, муж с женой, вот, ругаются, да. И вот он сидит, он еще, может, что-то не выговорит, но у него такое вот здесь, да, что я прибью тебя, вот еще чуть-чуть и убью. И она тоже, вот тут же на грани, вот на грани всех вот этих, они, да, играют с огнем. И зачастую, если не останавливает, это может смертельным исходом закончиться. И вот вдруг что-то его вот на грани вот этого остановило в пропасти и ее. Вопрос. В данном случае я хочу сказать, и того, и другого спас разум. И вот тогда я говорю, а сколько в жизни? Я даже вчера вот пытался, ну, довести вот. Вот представьте себе, просто я такой случай знаю, да, что человек там вот сидел с пистолетом у виска. И вот он твердо решил застрелиться. Вы можете, это же пик, вот, психоэмоциональное состояние. И вот он держит вот так у виска, и вдруг его что-то останавливает. Самое главное, это не страх, но что-то вот как-то мать, лицо, что она вот, ну, как она приживет, все-таки жена, там, дети, еще что-то, да. И вот это раз, руку отвело. Вопрос, ребята, что его спасло? Его спас разум. Это он именно интуитивно дал. И разве это не спаситель? Это спаситель. Я знаю человека, вот он мне говорит, знаешь, я настолько достал всю свою семью, родственников, я уже понимаю, что я друзей допел, говорит. И вот один раз я сказал, надо с этим прекратить, просто перестать всех мучить. Жена его родного. И он взял бутылку водки и говорит, я пошел там, где мы жили, и рассказывает мне, помнишь, вот дома, там поле, вот там, а там дома недостройники, там, четырехэтажки. Я зашел, говорит, и, в общем, взял веревку, все, повесил, там крючок был, все, я приготовился, ящик поставил, все, сел, говорит, и начал пить. И вот я пью, пью, и, говорит, ну, пол бутылки выпил, поставил, говорит, закрыл, говорит, и встал на ящик, говорит, и стою, он, говорит, ты не представляешь, у меня все трясется, все, да, и вдруг я с какой-то ненавистью к себе, да что же ты, падла, извиняюсь за рожение, даже повеситься не можешь, как почеречки. И вдруг я вот смесь страха всего, я, говорит, как заорал, говорит, как выдал ящик, да, из-под ног, да, и вот, вот это мгновение я чувствую, говорит, и ты не представляешь, говорит, да, этот, как вот, крючок оборвался, внешне я проверил крепкий, я, значит, упал и вот по лестнице прокатился, и вдруг, говорит, я как заревел, говорит, я начал реветь, ну, в общем-то, обливаться. Он говорит, слава тебе, господи, никого не было, ни одного следителя, ничего. А потом, говорит, какое-то вот успокоение наступило. Понимаете, ребята, что в данном случае его спасло? Я еще раз говорю, разум, разум. И вот я просто говорю, вот эти рядовые случаи, которые, извиняюсь, в жизни часто происходят с человеком, но его отвело, просто если в масштабе, как я говорю, атомы вселенной, идея спасителя, это идея разума. Разум, он дан каждому человеку. Каждый человек, он жив благодаря разуму. Благодаря разуму мы имеем два ощущения. И вот эти ощущения, поверьте мне, они вообще вечны. Их, они существовали до рождения, они существуют миллиарды лет, но это ощущение и будет существовать, а он не пропадет никогда. Это ощущение, я есть, и я жив. Без всяческих каких-то привнесений туда. То есть в нулевом состоянии ощущение, я есть, и я жив. Это как раз ощущение разума вам дает. И этого у вас отнять просто невозможно. Никак. Даже я не знаю, что захотеть. Нет сил таких во вселенной, которые бы могли вас этого лишить. И поэтому вот это и есть, как бы, Адам был создан как разум. Как сознание и разум. Ну только сознание это просто норм, а разум это то, что начинает действовать. Но он не может действовать без электричества. И сказано, Бог вдохнул в лицо Адама, в дыхании жизни. Это и есть то, что, вот, например, у вас называют Атман. Это и есть идея Христос. Это и идея Будда. Это и идея Кришны. Это и есть вот Адама. Так вот, каждый человек внутри, он несет в себе вот это электричество жизни. И когда я разговариваю с атеистами, я говорю, да Бог с ним. Я говорю, давайте уберем. Вам не нравится слово Бог. Оно не вмещается в вас. Замените это словом жизнь. Закон Божий – это закон жизни. И нет ничего во вселенной, чтобы не существовало по закону жизни. И ничто вас в жизни так не учит, как жизнь. Ничто так не выразумляет, как жизнь. И вот тогда проблема некоторых людей, мне их очень жалко. Но они же все-таки, они как дети. Ну вот спасите. Ну вот он придет. Он придет. И вот эта самая идея, второе пришествие. Ребята, понимаете, были времена в этом мире. Очень давно. А люди жили и с молоком матери, их учили тому, что в них есть значит вот этот ум, это их я, это вообще. А нервы, они просто привязывают ум к телу. И поэтому полностью отождественны с телом. Но за гранью нервов, за гранью телесной реальности, как бы за гранью и в то же время пронизнать все, разум существует там. Иисус это сказал в Евангелии от мира сего, это от ума, это от нервов, от внешнего восприятия и не от мира сего, это от разных. То есть он, как Иисус кто? Вот, например, я так сказал, чтобы не задевать чувства верующих. Поверьте, когда для вас значение имеет Будда как физический человек или Заратус, как физический человек, неважно, хоть какой пророк самый лучший, как физический человек, ну да, можно уважить, как я не знаю, кого-то, да, важен мне это, важен образ, образ, который он олицетворяет собой. Так вот, Иисус, почему Христос, познавший в себе как раз разум, он и олицетворил, он вообще не говорил, что я, ребята, есть ваш спаситель, а вот я приду второй раз, и мы же понимаем, что это физически произойдет, придет такой человек, придет, ну, вот просто вот, включите мозги, ну, пришел, кто-нибудь и сказал, я Иисус, даже будучи похожим, что с ним будет? Психом, наверное, скажет, да ну вообще, и буду требовать от него какие-то чудеса, а он, как, вот, все Евангелие, там цитируется две вещи, первая, чаще всего, это книга пророка Исаия, ну, и псалмы Давида, вот чаще всего, так вот там сказано, род прелюбодений, будет искать знамение, но не будет дано ему знамение, кроме знамения пророка Иоанны, прорушил чревик кита, три дня и три ночи, весь вопрос, кто такой род прелюбодений, это мы с вами, люди, живущие на нервах, у нас все на нервах, зрение у нас на нервах построено, слух на нервах, все пять органов чувств, то, что мы называем, построено на нервах, и шестой царь, это кто, это пять царей, шестой царь, это как раз вот это я, вот этот, одним нас называют, это эго, вот ум, вся Абхагалат-гита построена на том, чтобы воспитание ульма, вся йога, это вот как раз, вот обуздание ума, обуздание нервов, но тогда даже, вот если взять, я вам говорил уже об этом, просто вернусь, если взять, такой образ опять, Кришна, колесница, Арджуна стоит, и там каура, с которым он должен в бой ступить, Кришна, он как раз символизирует разум, Атмана, символизирует, Арджуна ум, то есть разум воспитывающий ум, а эти, с кем он молится, на поле Курукшетра, поле Курукшетра, это нервная система, это, вы ни с чем-то в жизни не боретесь, как с нервами, постоянно вам противостоять нервы, всегда, вот любая даже мысль в тишине, да, откуда приходит нерв, тихонечко разходит, покурит, и ты начинаешь, ага, покурить, как только ты, чуть-чуть разумом ответил, а поскольку ум является, отражением разума, ну вот в этом пространстве, на периферии внешнего восприятия, он и наделен чувствами, всеми, вот все, что мы имеем, почему иногда способности, ну не знаю, ребенок там на скрипке в три года перекопить, или там считает, невероятно, да это просто чуть-чуть разум включил, если мы используем возможности разума на один процент, я могу сказать, это просто большое такое преувеличение, ну хорошо, немножко стоит дать, и оно выражается такими, вот как говорили, знамени, да, в принципе, что может один, поверьте, абсолютно является потенциалом любого другого, даже последнего пьяницы на Земле, ибо для меня, например, лично для меня, просто существование этого человека является чудом, а почему, и доказательством, а что он мне доказывает, ну я знаю, что у него сотни миллиардов нервов, нейронов, я знаю, что у него внутри кровь идет, движется, у него обмен веществ происходит, у него кровообращение, что только не происходит, космос целый происходит, на микроскопическом уровне, и вот наличие этого микрокосмоса на моих глазах, но, конечно, я готов перед его внутренней природой, перед его разумом, он готов сесть и сказать, все, я молчу, но просто на уровне внешнего восприятия, он, Петька, я, Васька, и мы решили сообразить, там, третьего еще, понимаете, ну вот так вот, поэтому, само существование любого человека, и вот человек должен это просто, ну, он сначала должен это понять, и должен признать, ведь на самом деле, не признавать этого невозможно, потому что это касается каждого, и вот представьте себе, да, возьмите Бхагавадгиту, да, оно абсолютно об этом, возьмите Питаки Буддийск, оно абсолютно об этом, возьмите Зан Тарест, оно абсолютно об этом, почему Заратустра, Заруасхур, да, кто-то так называет, почему он живет в пещере, в высоко Магаре, и иногда спускается оттуда вниз, значит, подножью, там общается с людьми, потому что подозревается, что разум находится у нас, как бы на верхотуре сознания, ну вот условно, да, и он трансцендентен к тому, что мы делаем, ну правда, впрягается вот иногда, но он трансцендентен, он не говорит тебе, ну Рад, вот иди туда, а вот ты туда, это все нервы, а разум, и вот когда ты научишься, к разуму своему относиться, как к Господу, вот когда твое Я, вся твоя нервная система, признает разум, как Господа внутри себя, да, почему он говорит, только через меня войдете в Царствие Небесное, ибо Отец мой во мне, а я в Отце, так это разум говорит, как на частном уровне, как, ну, в случае с Атаном, как и его, а на уровне разума, мы вообще, в принципе, представляем собой единую, энергоинформационную систему. Ну, вообще, вот, вы можете себе представить, что вот ты вот, ну, вышел за грани нервов, да, и там на уровне разума продолжил оставаться киргизом, русским, французом, там, это же смешно, конечно же смешно, если ты перейдешь на этот уровень, и вдруг ты начнешь себя называть христианином, мусульманином, буддистом, да нету ничего этого, это все вещи, как условные обозначения, ну, чтобы немножко, вот, школа, путь, например, ну, да, ну, где-то, но это условность, и уж, поверьте мне, не такая, чтобы мы морду били друг другу, воевали, резали, и настаивали на чем-то. Вот, я недавно встречался с ребятами, ну, они как бы в исламе, они нормальные ребята, да, но, все равно, на нервной же почве, и вот они мне вот пришли, вот этот крокус там обсуждают, да, и вот там, ну вот, ну, они же не хотели, я говорю, ребят, давай так, вот в любой ситуации, вот хорошо, давай вашу терминологию, истинный мусульманин, право верный мусульманин, да, пусть представят себе каждый раз, например, взяли бы ислани в заложники, а пророк Мухаммед взял бы в заложники, вот этих, вот, а вся сунна, чему у вас очень, все до одного хадиса, она учит вас, ну, подражать, крайне мере, поступать, стараться, как он, не вопрос, что именно это случилось, или не случилось, но ты должен, понимая эталон, подводить, собственно, эталон, поведение, под соответствие этому эталону, и вот скажи, в крокус сити пришел бы, пророк Мухаммед, еще и с другими, с Моисеем, и начали бы это стрелять, да, вот тебе и ответ, на вопрос, кто это был, и вот он мне говорит, слушай, как просто окажется, я говорю, все гениальные вещи простые, вообще истина, истина, в отличие от правды, правда огромная, просто невероятная, а истина всегда на кончике иглы, получается, она всегда проста, поэтому все, все в принципе знают, в Караде есть великолепный, сура кав, 50, а я 19, он отвечает на огромное количество вопросов, там говорит, с агонией смерти, вам явится истина, вот то, от чего вы всегда уклонялись, и взор вас станет острее, ну то есть, когда разум, наконец-то, вот так освободится от нервов, блин, ну как руку, ты засунул куда-то, в неприятное место, вот так, наконец-то, раз, и все, и тогда, разум, это и есть истина, понимаете, поэтому, ищут, только через меня войдете, ибо отец мой во мне, а я в отце, мы же это прилепили, к одному физическому человеку, А что тогда делать со всеми остальными физическими людьми? Если вы носителем этого, почему? А потому что нервы, это демоническое начало, им нужен какой-то культ, они говорят, нет, вот наш, вот ему, вот все остальные, а это же детский лебедь на ужайте, это вообще не религиозность, это, ну просто, ну просто пародия на религиозность, пародия на ислам, пародия на христианство, христианство, то есть учение вообще не об этом, и вот как раз я употребил слово правоверное, православное, символически, как бы, когда мы говорим, слышим, вот мне вчера вопрос задает там один человек, а вот мне говорили, вот так входит в меня, я говорю, слушайте, ну вообще соображайте, что вы говорите, для вас верх, это откуда-то извне, куда-то вам вот сюда заходят, я говорю, давайте так, верх это внутри, внутри вас, это верх, а вот снаружи это низ, и если что-то и не сходит, так не сходит только изнутри, это и есть верх ваш, условно, это небо, царствие небесное, это царствие земное, у нас же, вы поняли, да, насколько у нас представление в общем, и почему сказано, взор вовстанет острее, наше восприятие, основанное на пяти органах чувств, внешнее восприятие, оно искажено, оно ограничено, поэтому мы все вверх, вниз, вправо, влево, вот трехмерное, да, высоко, низко, все начинается внутри, и вот право, лево, мы же опять, вот сюда, право, вот сюда, лево, не туда, не сюда, право это внутри, это внутренний мир, а лево это внешний мир, и когда право верный, это ориентация на разум, на свет, право славный, это ориентированный на разум, право верный, ориентированный на разум, вот когда Иисус говорит, ударили по правой щеке, а порати другую щеку, Судятся с тебя снять рубаху Отдай верхнюю одежду Понуждают идти от ног Попрещение два Ну это билингельская просто послова Ребята, здесь сказалось Любая ситуация, вот когда восприятие происходит Так как бы по правой щеке Вы поняли, да? Включается внешнее восприятие, оно же нервное Понимаете? И ваше суждение тут же включается Вся нервная система реагирует Ум, вот это то, что вы я, нас называете Я знаю, ты, он Туда-сюда, сюда и все Ориентация на разум И как только балансировка происходит Когда вы от нижнего восприятия Это внутри происходит, а я вам показываю Это просто суфийские приемы такие Раз, раз, да? Наступает, вы поняли, да? Рубаха это символически Символизирует шкурное, ближе к телу Верхняя одежда символизирует То, что превосходит то, что ты понял Потому что это идея Одно поприще, это судить Вот только от того, что ты увидел Глазами, услышал Ушами Два поприща, это как раз Не только от ума, но и от разума Вот это А разве это не буддизм? А разве это не ислам? Не это? Ну это же все одно и то же Это даже способен понять Обычный психолог и любой атеист Способен понять То есть нет ничего В истинном религиозном знании Которое бы не касалось Каждого человека Каждый человек это способен понять Иногда даже атеисту гораздо легче объяснить Почему? Потому что он не скован убеждениями Вся наша проблема в жизни Это наши убеждения Все убеждения наши Они на нервной почве Мы убеждены в том, что Например, допустим Ну вот люди жили Эмпирически наблюдали И говорили Да, ну как сказать Солнце же сходит на востоке И заходит на западе Следовательно, оно крутится вокруг Земли Пока не выдвинули предположения математические Что да это не так Просто Земля вращается по орбите Вокруг поэтому Передвижение Сколько нужно было времени Чтобы люди А они говорили нет Вот хоть убей На костре сожгут Так мы до сих пор Во многих вещах Если мы убеждены в чем-то Мы говорим нет Так вот убеждение это точка Это отказ принимать что-либо За пределами этого Поэтому я например Только когда избавился От всех убеждений идиотских Основанных на моем интеллекте На логике Когда я от них избавился К чертовой матери И я внутри своей армии сказал Все хватит Никаких убеждений Не надо вот здесь лезть Я их себе Их надо нарисовать Понимаете Ну к примеру Я говорю Ну все зависит как Образом Ну представься Что у тебя Огромный центральный базар Внутри тебя Нервная система И работает 24 на 7 Ну так ты хоть базарком будь У тебя на каждом прилавке Там У тебя туда И я говорю Представь себе Что стоит армия Да Ну будет полководцем Не Ну разумеется Ты стоишь Кто-то из солдат Бурк-бурк поговорил Когда ты становишься полководцем, ты правителем становишься, ты только выходишь в шаг, и все, тишина. Например, ты сидишь, хочешь медитировать, а тут дрель соседа. Обязательно они говорят, ну чего этот сосед дрель, это же электрические цепи, у тебя сразу вся левная система до безумия дойдет, и ты за нож спать сейчас скажешь нет, или за молоток, пойду голову разобью соседу. Вот тебе реакция. Ты безумствуешь. Вот поэтому, молодец, я тебе сказал, для нас существует только то, о чем мы думали. Вот сидит в медитации человек, мороз на улице, а он мокрый просто на себя идет, он вообще не думает о том, что у него внутренняя энергия, она сушится на нем. А если он сидит, скажет, ты слушай, один нервный, дубак же такой. Все, ты в этот момент в сосульку превратишься. Ну понятно, мы полностью согласны, что разум это главенствующее нам необходимое и нужное, на него нужно отираться, его нужно слушать. Как его слушать, как до него достучаться, как его внутри себя открыть? Я, поэтому, например, христианам, говорю, там есть такой момент, все стою у двери и стучу. Откроете, войду и буду вечерять с вами, да. Это вот Рахин говорит, это и есть как раз то, что природа Христос названа, да. Он стучит и говорит, Володя, Володя, а Володя говорит, так, подожди, я вот здесь, Володя же умом живет, понимаешь, ему надо сформулировать и объяснить. Вот попытайся, да, попытайся на какой-то момент, ну уберите вы к чертовой матери все эти формулировки. У нас всегда должно быть определение, фамилия, имя, отчество нужно, калибр пистолета, патроны нужно, ну тут точность нужна, понимаешь. Но если мы так будем жить, да, никто не говорит, не нужно. Он нужен, он нужен для того, чтобы безоподобного, ну по крайней мере, по крайней мере, чтобы на зеленый свет светофор пройти. И по крайней мере, перед женой не восхищаться таким красотой там и прелестами других женщин. Ну, это нормальное явление. Не надо так, надо сказать так аккуратно, долгую, ну хотя бы так. Я говорю, хотя бы врать научитесь. И врать-то не умеет никто, как следует. А это сейчас кто у вас говорит, нашим или ум? Я сейчас скажу. Вот сейчас, да, это, как молодежь говорит, стебается, да. А сейчас стебается ум. Понимаете? Вот как бы раз, молодежь вопрос, вот ты сказал, да, и у меня уже раз, да, ударили по правой щеке. Я постебался, постебался, я говорю, да господи, слушай, раз сюда, стебался. Вы поняли? Так происходит постоянно. И запомните, чтобы вы понимали, в Писании вообще не написано о событиях. Там нет ни одного события. Там описываются только процессы. Вот, например, Бог сотворил небо и землю, да, и наш ум сразу, он же внешний, а это время. Это значит, ага, он, наверное, сто миллиардов лет назад, а он, наверное, вот так, оно большое, да, ребята. Если бы он хотел на мгновение прекратить творить вселенную, все кончится одним разом. Адам, и все вот наше разом, он существует только в контексте этого творения. Но, в отличие от всех форм жизни, только Адаму, это нашему началу, вы с него начинаете, это наше нулевое начало, только ему дано, как бы, уподобляться процессам творца. И он на своем уровне начинает делать. Вот это, например, вот этот вот комочек, который начался на мгновение, да, он как раз по опусту творим, вот здесь. Здесь встретились две энергии, завязались, да, он двигал, 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 двигал плод, плаценты вот эти, около, ну, роды, потом он его вытолкнул, и потом вот с такого комочка вот так вытянул. По параметрам, которые уже существовали, как по проекту, которые уже до рождения существовали, вплоть до родинки, вот так вытянул, дает все, электричество жизни. Это реально, вот на самом деле, да, мы преувеличенно относимся к тебе, к себе. Я точно могу сказать, да, что я являюсь лишь ментальной проекцией, Адам является ментальным проектором. А это биороба, это компьютер, ну, смотрите, какой компьютер, на гитаре играет, девушка там глазки строит, там еще что-нибудь, понимаете? Какой? Плачет, смеется. Мы, мы же вообще, наши посылы, да, вот на уровне нервной системы интеллекта, мы же бессознательно подражаем. Вот мы же, ну, смотрите, что человек делает. Он всегда пытается искусственный интеллект какой-то, он всегда пытается, он даже через эту женщину, он японцу, женится на искусственных женщинах. Говорит, зато это, не спорит, ничего не делает, все, что это, покупает. Ну, смотрите, это же вопрос в чем? Это попытка, как дети подражают, вот дети, вот маленькие девочки одевают вот такие туфли мамины, берут это все, она что делает? Он подражает. А человек, который считается на взрослом, ну что это? Да он подражает своему Создателю. А тот, естественно, будучи образом и подобным Создателю, он подражает Богу. И поэтому в Евангелии есть два, две категории. Есть понятие Сын Божий, а есть понятие Сын Человеческий. Так вот, Сын Человеческий это кто? Это Сын Человека. Человека на земле, как бы вот так, вы не увидите никогда. Потому что человека сотворил Бог, он не рожден. Это и есть, в вас это проявляется чем? Разумом. Голый Адам это не мужик. Это нулевое состояние разума сознания. Трансцендентное состояние. А Ева? А Ева это просто потенция, когда в нашей духовной природе в жизни, в жизни она сразу как бы входит внутрь и создает такую потенциальную полярность. И потенциальной полярность, я могу сказать вообще, да, что это как бы потенциально материальная природа. Материального мира как бы могло и не существовать. Он только в силу действия разума возникает. Материальный мир что делает? Возникает. Но он возникает именно изнутри. Ребра Адама что ли? Ну это, видите опять, ребра Адам. Вот всегда. Ну нет у физического человека никакого ребра. Но имеется ввиду вот эта твердая потенция. Вы показывали сами, поэтому я сказала. Да, да, да. Ну, условно назовем это то, что может превратиться во что-то твердое. Ну вот тело же тверже, чем дух, правильно? Вот оно есть. Поэтому это разворачивается сознание. Происходит трансформация. Из нулевого состояния мы в нескольких уровнях трансформируемся и трансформируемся до тех пор, пока не родимся вот в этой шкурке. Потом, когда отбрасываем шкурку, происходит обратная трансформация. По большому счету это примерно так. Вселенная, как и ваше сознание Адам. Мы живем в контексте дыхания. Представьте себе. Выдохнул до конца. Появился попчик. Потом раз туда. И вот это движение. То есть вечное дыхание жизни. Мы есть плод дыхания жизни. Поэтому Бог, когда Адама сказал, что сказал? То есть он его продолжает творить все время и плодитесь и размножаетесь. Чем может разум размножаться? Да только умом. Создает, переживает, возвращается опять. И сказано. Потомство, Бог Авраам говорит, твое будет бесчисленным. Как звезды на небе и как песок на морском берегу. Это же о том. И он сказал, потомство твое произойдет из чресла твоих. То есть ты сам из самого себя происходишь. Мы же все это выносим на биологический уровень, на физиологический уровень и считаем гены, ДНК. Вот в этом. Это как бы это средство. Это средство. А реально причина, она внутри. И вот каждый человек в мире, каждый человек на земле. Вот вся беда-то в том, что... Вот я в прошлый раз вам приводил. Да, вот например, когда в Хагават Гитту читаешь, да? Комментарий книгский читаешь, да? Например, Сатья-юга, Трета-юга, Два-Пара-юга, Кали-юга. Кали-юга 432 тысячи лет, как бы описано. А Два-Пара-юга, как бы, 864 тысячи лет. А уже Трета-юга 1 миллион 728 тысяч лет. Но здесь вопрос не про эти года. Это все существует одновременно. Эти года даже не надо рассматривать как во времена. Это все существует одновременно. Так вот, смотрите. Когда-то на земле люди жили в Трета-югу. Адом находится в Сатья-юге всегда. Потом возникает Трета-юга. В Трета-юге у нас активно как раз вот этот третий глаз. То есть не просто, да, внешнее и внутреннее восприятие. А вот этот третий глаз. Глаз Шивы, Глаз Данго называют, да? У нас очень активен разум в Трета-югу. И вот тогда люди, естественно, они как Боги себя чувствуют. А потом дальше происходит трансформация два пара-юга. Вот это право, лево, внутри. Но еще, по крайней мере, разум и нервы находятся в балансе. Вот два пара-юга. А калий-юга в чем заключается? Когда нервы, вот калий-юга, внешнего света, полностью подавляют разум. И разум как бы оказывается как бы вне заграни телесной реальности. Он уже действует тогда в калий-юге, внутри каждого из нас. Мы же сейчас сидим в этой калий-юге. Вопрос в том заключается, он может влиять только как интуиция, интуитивно. Вот сказано, как бы, языком разума являются чувства. Чувство – это язык разума. И вот весь вопрос, но ни одна мысль без чувства, она просто не имеет возможности жить. Почему? А потому что, ну, например, пришла мысль в голову. Вот, например, там, не знаю, встали выпить стакан воды и станцию космическую на Луне построить, да? Если чувство не отвечает, как плюс-минус, никогда не возникнет даже вот этой самой эмоции, не тебя ни сподвидней стакан, и все. Просто чувство оттолкнулось, все. Она стукнула, все отлетела. Как только чувство отреагировало, все, начинается процесс. Начинаются электрические цепи, начинается логика. И мы начинаем сразу там, ну, кто во что гораст, вариаций-то много, да? Вот. И вот, когда человек научится понимать вот этот свет и тьму, вот эта вся нервная система, вот это все внешнее восприятие, почему этот мир иллюзорным назвать, иллюзией? Потому что это тьма. Как только человек постигает разум, что наступает? Сначала вспышки озарения, они неустойчивые, потом более устойчивые, потом наступает просветление. Так вот, это же в жизни вообще на каждом шагу. Здесь и психология вам. Вот, вот, например, человек не понимает, вот что-то раз тоска, вот ну вот что-то вот где-то вот там тоска. Потом, ну, начинает этот там реветь, особенно женщинам хочется, мужик там что-то за стакан хватается, да? Вопрос, а в чем причина? Да, ребята, просто один из нервов, в котором заложена информация определенная. Он так раз в соседний нерв, но я уже так шучу, так раз, и тут раз такой, опа, и вроде как тоска-то, ну вот как. Если вы дадите этому развитие, да, у вас такая депрессия наступит. Можно вообще, я не знаю, до безумия дать. А лично у меня так происходит, вот даже вот в тишине, ночь, да, я сижу, и тут раз, и я так раз как бы вовнутрь. Э-э-э, это кто там? Ну, на базаре на этом. И сразу такая тишина, и я так виноват, и так, ну, как бы, знаете, как дети же, да, когда что-нибудь натворят, вот так раз, и сразу как-то в сторону он смотрит, да? И сразу раз, такая тишина, я говорю, растает, что это, и все. А там же иерархия. У нервов иерархия, есть самые такие там, а есть уже которые деловые, блатные, они так, или, и такая тишина, мертвая тишина. Ты управляешь, ты вышел, пьешь чай, сидишь, они подчиняются тебе, они не могут. Вот очень хорошо, образно это описано, как момент пробуждения разума начинается, да? Вот в Библии, да, в пяти книжах, это именно в сюжете о Якове, Израиле, который стоит. Так вот этот Яков, вот представьте себе, он же сын Исаака был, Яков и Исаав, они два брата, рожденные от отца Исаава, а жена его матерью Реветой. И вот когда она еще была, это все символика, это все образы, она еще будучи беременной шла, и вдруг чувствует, плоды начали братья, ну, с животом у него двигаться. И вот один справа он в сторону синагоги, а этот в сторону кабака. И она говорит, господи, зачем мне это надо? Ну, они начинают там уже. А он говорит, и от того произойдут великие народы. Понимаете? Вот если кто-то думает, что он понимает, я серьезно думаю, что это вообще, это непонимание. Я даже сейчас не буду вдавливаться, потому что мне придется вам часа на три только это рассказать. И вот дальше, когда она их рожает, Исаав, значит, первым идет на выход, а Яков его за пятку хватает. И вообще слово Яков, оно с арамейского переводится как «он обманывает». Это положение разума и ума, что как бы ум, то, что будет внешним восприятием, вот первое лезет. А разум, что он хватает, он указывает, он обманывает. Твое внешнее восприятие лжет. Вот это лжет, надо вот сюда, вы поняли. Вот о чем сказано. Потом они родились, сказано, Яков жил в шатрах. То есть это как бы начальное осознание разума. Шатер – это покой, тишина, умиротворение. Овец, он был пастырем овец, да? Как и Авель был пастырем овец. Овцы, да, овцы и козлы – это вот абсолютно наши нервные, знаете? Овцы – это смирение. Овцы – это символ смирения, кротости. И вот когда ты смиряешь нервы, да, вот есть овцы, они как овечки. Ты – тихо. А есть козлы, которые вот внутри. Поэтому сказано в конце, он поставит, Господь, овец по правую руку свою, а козлов по левую руку. И скажет им, когда я был нищ, я был голоден, я был болен, когда я сидел в темнице, говорит, вы пришли и дали мне, да? Они говорят, когда же мы тебе дали, Господи? Вот ответ. Ребята, все случаи в жизни, когда вы проявили смирение, ну вот просто раз и… Есть, да? Значит, вы дали. А когда вы не проявили смирение, все-таки, вот где-то, я-то не такая, два бетона молока, сзади два караколька, я-то не такая, вот это вот нету смирения. Это козлы. То есть здесь это как раз будет дифференциация идти, когда вы проявили правильное смирение, овцы, то есть, да? Или, как раз, когда вы не проявили смирение. Это обычная психология. Это по жизни на каждом шагу происходит. Например, кто-то пришел, слушай, ты там… Кто-то пишет комментарий, да? Что, да ты там неграмотный, ты ничего не знаешь, да? Я так… Я же тоже наблюдаю, я так внимательно. Матенька, ну а ну кто-то, да? Я говорю, шаг, сидеть на месте. Он рассел. Ну, это мое общение с мирной стеной. А овечки так, я думаю, о, молодцы. Так и надо. Да пусть он там, что хочет, пишет. Разве это он пишет? Я говорю, такие же козлы в нем пишут. Я его не вижу, я вижу козла. А скажу, спрос будет, говорю. И потом говорю, или они, или. Все, и тишина внутри. Никаких вот этих эмоциональных переживаний. А вот как он посмотрел, вот как он сказал, ребят, господи. Вот я недавно статью писал, я говорю, знаете, в этом мире я людей делю на три категории. Есть малые дети, есть взрослые дети и есть старые дети. Но и те, и другие, и третьи не перестают до гробовой доски оставаться детей. Это реально так. А какое мировосприятие может быть у детей? Понимаете? Просто детские игрушки превращаются в игрушки взрослых. Старикам чуть-чуть поднадоедают игрушки. А на самом деле ничего не меняется. Разум здесь просто, как сказать, нянчится. Ну так дает, чтобы тебе вкусно было или еще что-то. Или помечтать там. А реальность, ну реальность наступает когда? Когда ну да, только и остается. Есть два варианта. Один объективный. Ну помереть, копыта отбросить и тогда сказать, ёппс это. А я-то думал, что я там в центре йоги сижу, там с ребятами разговариваю. Ну к примеру. Или я-то думал, что там жена, дети, все серьезно ползают на косяк. Ничего в этом и нет. Вот этот момент. Или есть другой вариант. Вот в Евангелии опять же оно написано хорошо. Сказано, юноша подошел к учителю, к Иисусу. И сказал, как мне обрести жизнь вечную. Это, ребята, это ум подошел к разуму символически. Не то, что он это. Он не говорит, как мне понять жизнь вечную. Он говорит, да ладно, иди. Соблюдай, говорит, те заповеди, по которым живешь. И все. Что тебе говорят. Он говорит, ну я это... Соблюдаю. Соблюдаю. Он говорит, ну я хочу жизнь вечную вести. Тогда он говорит, тогда иди и раздай все свое имение. И следуй за мной. То есть, что имение? Имение мы же сразу кошки, собаки, коровы, жена, дети. И все же туда же там. Ребята, все свои убеждения. Все, что ты себе интеллектуально соорудил в башке. Все наши убеждения. Все наши подтвержденные дипломами. Все наши сертификаты. Которые только укрепляют я. Наши я вот так вот просто всеми сертификатами. Всеми дипломами. Всеми какими-то, ну вот, когда мы обретаем вот такое. Понимаете? Но оно является одноглазым гаджалем. Почему? Потому что обладает только внешним расстоянием. Потому что видит только то, что хочет видеть. И слышит только то, что хочет слышать. Вот вам есть вопрос. А приход пророка Махди – это пробуждение разума. Разум приходит и сразу все это заканчивается. Так вот, это вопрос. Это примерно, как сказать, умереть в качестве того, кем ты был. И переродиться при жизни. Вот, я могу вам сказать, ну просто по-доброму, как человек, как друг сказать. Да, я знаю, что до 42-х лет жил некто такой по имени Мурат Мусобай. Ну, неплохой так человек. Ну, сказать, не замечательный, но и не конченный. Ну, такой. Но все склонялся куда-то сюда, да. И вот потом, значит, ну, бизнес. Ну, как-то вот у него такое мировоззрение было, да. Он много читал, он меньше Володи. Он там вот, надо было всего определения дать, да. И медитация сядет такой, знаете, медитирует он там, еще что-то. Господи. Смотрел, смотрели на него, да. И говорили, ёпай, святая. Директором завода, генеральным директором завода сможете это? Собрание, совещание, парламент, правительство. Все как-то по взрослому было бы, кажется, да. И потом, в течение семи лет после этого, да, он умирал. Он медленно умирал и умер. Понимаете? Нет. Я все о нем знаю. Все. И жена его думает, что все в порядке, что тот же муж в паспорту или еще что-то. И дети думают, что это и хотят. Но все, в принципе, не изменилось. Изменилось восприятие этого всего. Вот и все. И вот есть еще один такой момент, да. Человек от ума, он всегда будет видеть этот мир несовершенный. Он всегда будет говорить, что этот мир, извиняюсь, дожди, давно. Люди всегда давно. Он несовершенный. Он туда. А политики воры. А эти вот так. А бабы все бэ. А мужики все козлы. И вот он будет свет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет. Ну так, среднестатистически, стандартно, да. Но, а при этом, при всем, когда ты раз сюда, вот тебе так все это сказали. В сердце ты раз сюда. А тебе говорят, ты знаешь, этот мир идеален. Он совершенно. Ну вообще. Просто настолько космически, математически выверен, что в нем даже нельзя споткнуться случайно. Если тебе прилетело в глаз, то око за око, зуб за зуб. Тебе прилетают только твои поступки. Просто ты этого не видишь. Ну, говорит, хорошо, ладно уже, живи вон как это. И потом я тебе все объясню. Как вы помните, винокур сюрприз был. Ну, вообще, на каждом шагу. Ведь люди, именно род прелюбодийный, это наше существо, сформированное на нервной почве. Мы все умнее будут. Все. Почему? А потому что у нас мнение. Вот там война идет, эти нехорошие, эти хорошие. А эти киргизы, эти русские. А бабы, то это, по всему. Бог перекуривает, потому что мы все знаем. Нас любого спросит, он тебе встанет, он тебе за все расскажет. Ну, Бог говорит, ну, тогда я помолчу. И разум говорит, нет, ну, я тогда помолчу. Как я могу налить стакан, который полный? Все. Поэтому, скажем, раздай меня свое. Если бы то, что ты знаешь, если бы оно было тем, что должно знать. А ты налил стакан, и вот у нас все стаканчики. Теперь я таблицу умножения знаю. Теперь я вот здесь знаю. И везде дипломы написано все. И ты, ну, раз ты такой умный, ну, а что? Ну, куда деваться? И вот у нас суждение. Столько книг написано. Я говорю, по большому счету, можно было просто одно пятикниже Моисея оставить. Ну, или Бхагавадгиту. И там, и там вообще об одном и том же сказано. Вот элементарно. Мать Моисея и Аарона. Это два брата символические, которые приходили к фараону. Ее как зовут? Йоха Веда. Что такое Веда? Веда? Не знаю. А Йоха это что? Это Йога. Ну, условно, как сказать, ведущие Йогу. А Йога это что? Это путь. Это ведущие, это путь. Все они чем занимаются? Вот это погружение Моисея, убежал в Мадьянскую пустыню и пас Овец Войофора. Это что? Да это медитация. Это глубинная медитация. Пустынность. Ну, и просто ты в состоянии безмыслия. И он начинает, что значит пасти? Он начинает наблюдать вот эти реакции. А кто такие? Овцы, козлы, там, быки. Это вот эти все наши. Он наблюдать начинает такие нервные реакции. Что по поводу этого мы сбрыкиваем, тут, тут, бе, блеем, тут еще что-то. И вот это осталось. А как его можно? Только абсолютно превратившись в наблюдателя, контролировать свои состояния. Это же об этом сказано. Об этом. Потом есть такой момент. Помните, да? Он в пустыне вдруг увидел терновый куст, горящий. И ангел Господень говорил к нему из этого, из куста. И сказал ему, говорит, смейте обувь на святой земле стоишь, да? Вопрос, что это такое? Ну, элементарно, терновник, терновник этот, он символизирует нашу нервную систему. А огонь символизирует разум. Природа огня. А огонь куда тянется? Хоть так, хоть так, хоть всегда к небу тянется, к выше. Правильно? Но куст его не отпускает, потому что разум присутствует в ней на системе. Так он и есть разум. Ангел Господень, который вот это, он говорит, ему из этого, из среды огня к нему обращается. То есть человек как раз понял свет и тьму в себе. Получил, дал развлечение. Вот помните, я все начал. Когда ты познаешь свет и тьму в себе, только тогда ты можешь добиться мудрости и достичь просветления. И только потом он возвращается как бы с женой своей Сепфорой, да, с двумя детьми. Это все символика, это все грифы, это все грифы. Возвращается, как сказать, к фараону, то есть в Египет возвращается. Но это, вот я бы мог сказать, это абсолютно про мою жизнь написано. Почему? Потому что я на 7 лет удалился во внутренний мир. Я даже с людьми не общался. А в 2010 году я пришел, как бы, ну, снова вернулся в мир, разговаривать. Понимаете? Мне пришлось люди, какие-то встречи. Я куда-то хожу как путевой, да, там что-то там обсуждаю, какие-то крупные столы, еще что-то. Да, приходится. И мне приходится с миром. А мир тоже же, мы вообще, как бы, каждый на индивидуальном уровне, мы считаем, что мы индивидуумы. Ну, если бы были индивидуумами, тогда Бог не нужен был бы. Всего 7 миллиардов, все умные. И вот, ну, условные такие индивидуумы. И приходится же где-то объяснять. Ну, вот скажем, что в каком, что является главной причиной мир Земли. Вот сейчас там экономический кризис, там финансовый кризис, политический кризис, культурный кризис, да. На самом деле, кризис начался давно, это кризис восприятия религии. Вот в два пара юги, еще у людей было полное представление, право это наше внутри. Поэтому они правоверные, еще слово осталось оттуда. И православные. Это ориентация на разум. Это природа огня, свет. Это понимание в себе света и тьмы, вы поняли, да. И именно в два пара югу все священные писания были переданы. Почему? Потому что все понимали, что наступит калий юга. А в калий юга надо вот в рифму увидеть вот все сказки, все эпосы, все вот это, это. Он говорит, это люди придумали. Ну, если и люди, то не те люди, которые... Это не интеллектуальное знание, это знание откровенное. Вы поняли, да? Это знание, перешедшее через интуицию, и оно сохранилось. Мне говорят, почему вот такая Библия, почему она не написана как инструкция по эксплуатации холодильника? Что вот это возьми сюда, сам не залазь, голову не засовывай туда. Вот тебе так надо. Да она и не от тебя, в принципе, как от Иванова Ивана Ивановича спрятана. Она спрятана, ну как бы закодирована именно от вот этим... Вот через что можно человека зацепить? Да нету ничего, через что вас могли бы зацепить, но имеется ввиду вот хаотические, демонические силы, только нервы. Нервы единственное, за что они вас цепляют. Вот они же цепнули, и вы там ля-ля-ля, и сплет, и вся драматургия жизни в мире от Анны Карениной заканчивая там Смердюковым и там еще, я не знаю, Ромео и Джульетта. Это же все на нервной почве. Вот запомните, материальной основой психики, нашей психики, является нервная сцена. Просто психике не на чем было. Ну нервы, я просто убрал, ладно, уже психология один, черт не понимаете. Эмоциональная сцена все равно не понимаете. Ментальное тело, астральное, перестаньте молоть чепуху, вы не понимаете о чем говорить. Вот уберите, и когда вы приходите к нервам, вы говорите, что? А вот нервы все понимают. У Каренина вообще, ай, джинь имеет тиве, джинь, это джинь, бесы. Так вот бесы и демоны, единственное, за что они могут вас зацепить, где власть этого дьявола, это нервы. Если вы будете управлять нервами, никакой бес. То есть, когда вы постигаете разум, а разум это свет. Все. Вся ваша нервность, да вам даже, я не знаю, ноги будут отрезать, вы будете сидеть. Почему? Потому что есть одно главное в жизни. Поверьте, никогда не бывает, чтобы у тебя стянули кошелек. Два варианта. Мне скажут, у тебя украли кошелек. То есть, есть потерпевший и есть какой-то там подозреваемый, да, преступник. Так вот, я сам, вот смотрите, я закончил высшую школу МВД СССР. И моя специализация, вообще, уголовный розыск. Ну, я потом как-то усиленно изучал, как бы, процесс, ну, все уголовные процессы. То есть, я старался всегда, как бы, и как эксперт, криминалист, и как опер, и как следователь, да. Но, что получается корень? Я же, как бы, моя профессия была на то, чтобы, вот, преступление поймать, преступника изобличить, да. А я в конце, а я, в принципе, недолго и разными путями, ну, через два года ушел. Занимался, правда, юриспользоваться экономикой чем угодно. Ну, самое главное, я сел и поблагодарил Бога. Я сказал, господи, как же это так? Ты мне дал возможность раскрыть все преступления, когда-либо совершенные на земле, и еще, которые совершатся. И абсолютно точно знать виновника. И я этого виновника увидел, посмотрел, я сказал. Все. Столько книг читал. А, не, оказывается, о тебе. Вот элементарно, чтобы у вас сразу ассоциативное такое вот. Раньше, да, в Два пара югу было такое, ну, вот, примерно, правило золотого треугольника. Вот у индусов это очень хорошо, намастэ. Да? То есть, Бог, живущий во мне, приветствует Бога, живущего в тебе. И тогда, получается, нашу связь опосредует Бог. И мы всегда помним, что эту связь опосредована Богом. Это святое место. А откуда понятие, святое место пусто не бывает? Если вот мы сели, ай, Петя, и, эй, Кулипа, вот мы встретились, да, а это место, а оно пусто не бывает. И тогда там анти. А анти – это вместо. Вместо. Вот это село. И вот она здесь, да. И тогда тихонечко мы сидим там, сплетничаем, что-то друг другу не нравится. А она действует на это, разделяя власть. И вот мы пошли. И вот очень красиво это показано, я не знаю, сам Булгаков это понял или нет. Когда он описывал, я же не рассмотрю, что там сидел какой-то Булгаков, писал. Я знал, что ему что-то наливалось, он вот в этом состоянии он писал. Но там есть момент уникальный. Помните, да, мастер Маргарита? На патриарших лудах, на лавочке сидит директор массовита, значит, Берлиоз и поэт Иван Бездомный. О чем они говорят? Они говорят о том, что Христа не было. Что это село? Ну то есть два. Это вообще олицетворение всех людей в мире, каждые двое, которые не подозревают о существовании этого. Понимаете? Это даже не сказано, оно просто олицетворено. В этот момент кто появился сразу между ними? Волон. Почему? Потому что в Святом Место пусто не бывает. Там, где двое не подразумевают присутствие опосредующей силы на Святом Место, сразу возникает третий и начинается дуртом, а здесь начинается голову терять. Ну у меня там отрезали голову, а тот попался в больницу. Ну так же, да? Вот. А почему квартира пятьдесят? Пятьдесят – это половина от ста процентов. И именно вот в центре вот этих вещей, знаете, центр света и тьмы, ну условно, это сто, а это пятьдесят. И именно в этой квартире он, я говорю, так он никогда не уходил, он так и живет в этой квартире. А квартира эта находится, ну, внутри каждого. Вы понимаете, да, вот когда вот этот мистический уровень, да? Я, например, его заценил как писателя, я четко понимаю, как ему налилось его. Понимаете? Дело не в том, что там Булгатов или еще кто-то. Да, ему налилось, он отразил. Там, если его взять, например, бед, тоже, ну, как бы, такая, серьезная такая вещь. Или гнид турбинных там. Вообще, я хочу сказать, ну, мы же не о литературе говорим. Вот, если вы поймете, да, что каждый раз, любое, вот, даже ощущение неприятное, вот, просто неприятное ощущение, ребята. Это значит, что-то, там, раз из пятидесятых квартир, опа. Вот там мне нравится, ну, там, Абдулов сыграл же, помните, да? Он, Никанор Иванович, дорогой, целую, да, вот так. Иногда вот человек такой, все, я завтречки во дня буду молитвы читать, я буду посты, вот такую, знаете, вот все. Вот, это примерно так происходит. Раз к человеку, там, через какой-то нерв, может, бухнет, а он, опа, нет, я не пью. Он говорит, ты посмотри, не пьет он, да? Ну, маленечко, чуть-чуть. Это может выразиться внутренними какими-то переживаниями, а может, кто-нибудь там, подружка, слушай, ну, давай там туда-сюда, да? Или с ней снаружи, обязательно, да? И ты такой, нет, нет, они, ты посмотри, как он, не пьет, бросает, господи святый. И потом это, ну, может, пока нет, смотри. И вот он со всех сторон его искушает, искушает, да? А тут вот, значит, чувство нелегируется. И вдруг он заявляет такой, да, а я теперь там на маску до пятикратно читаю. И вот здесь, Никанор Иванович, дорогой, иди. Я иногда, знаете, вот честно вам скажу, да? Приходит человек, и он мне говорит, я тот, кто пятикратно на маску читает. Я, говорит, тот, который пост Рамадан содержит, ну, соблюдает. Я тот, который умру совершил. Я тот, который хат совершил. Я тот, который мечеть построил в деревне. Я не на него смотрю, а чуть выше его. А там Абдул. Золотой. И я ему тогда говорю, послушай меня, дорогой. Это я вам из реальных вещей расскажу. Ты очень хороший человек. И, в принципе, ну, как бы, делаешь хорошие вещи. Но я тебе, говорю, расскажу один хадис. И, в принципе, ты ему его не рассказывай. Вот лично я, как я, я бы, да, ну, черт он мне сдался. Лучше покурил, пошел, хлоп попил. А здесь так. Надо, как сказать, беседовать. А я тоже, говорю, или. И я начинаю ему говорить. Значит, умерли в одной большой деревне, такой, ну, поселении. Два человека. Один с того канцелярии, другой с этого. И вот они оказались, ну, условно, в канцелярии, да. И вот выходит архангел Гавриил, Джибриль. И вдруг он объявляет, говорит, ты ему в ад отправляешься, а ты в рай. Он говорит, как? Как в ад? Вы перепутали. Я, говорит, смотрите, я пятикратный намаз читал. Вообще, тридцать лет, говорит. Я рамадан месяц соблюдал, говорит. Я, говорит, малый хаз сделал, вот как он не хуже. Я практически его переродил. Я, говорит, большой хаз сделал. Я, говорит, мечеть построил, говорит. Как же так? А он вообще, говорит, вы знаете кто он? Он там ходил, крыши ремонтировал, выбивал. Он даже иногда в арыке валялся, говорит. Понимаете? А Джибриль, говорит, ты понимаешь, я к нему в сердце заглянул. Вот так. А он половину своих добрых дел просто не помнит. Ну, смирен, кровь, ну, сделал. Вот эти овцы, да? Ну, он их сделал и забыл. Не заплатили. Пошел. Все. Покормили Неславу. Он говорит, у него половину дел добрых не помнит. Потом он идет в рай. А в твое сердце заглянул, у тебя до болта, до гайки все записано. Все. И тогда он говорит, ну, пожалуйста, он говорит, ты не в ислам верил. Ты верил в пятикратный намаз и в Рамадан. Ты в это верил. Ты не в ислам. Ты не в исламе был. Ты вот две вещи взял. Да, все. Вот как бы. Но он ему дальше говорит. Хорошо. Если вдруг во всех вселенных, во всех мирах хоть одна сущность подтвердит, что есть таки за тобой. Один поступок, мы изменим решение. И воцарилась вселенская тишина. Мертвая. Тихо. Вообще. И он только сидит как в медитации. Вот так. И вдруг на третий день дверь скрепит и пляшилась собака вот так боком заходит. Маленькая такая. И Гаврила говорит, ты кто? Она говорит, да когда? Он говорит, пацаном был лет 14. На базаре меня арба переехала. И я крутилась. Боль была невероятная. Все мимо проходили. А он, говорит, взял меня на руки, говорит, ну, гладил. Он меня вынес там за город. Хотел водой отпоить помочь. А я, говорит, так и сдохла у него на руках. И он мне, говорит, ямку вырыл, похоронил. Плакал и пошел. И Джибрил ему в сердце вот так смотрит. А он так скажет. Короче, усилием воли вспоминает, вспомнит, и не может. И тогда Джибрил говорит, тогда в рай. Я говорю, тебе о чем-нибудь говорит этот хадис. Это величайший хадис. Вам надо его утром, в обед и вечером, вместо завтрака, обеда и ужина каждый раз напоминать. Что, вы поймите правильно, образ жизни вас и образ мысли определяет вашу религиотность. Понимаете? Вот он. И вот это бесконечно ты, перед тем, ты на мостик становишься, на шпагат и сальто-мортали крутишь. Я вас только видел. Я пятикратный. Я вот так. Я, я. Так это я. Ты от я избавиться должен. А у тебя я это делает. Бесконечно. У тебя я уже, ну как Арной Чварценеггер из вселенной. Понимаете? Он же вот, ну просто, уже выше, уже 53 сантиметра в диаметре. Шея вот такая обычая. И это я. И ты говорю, представь себе, согласно этому хадису, да, что ты, таки как вот ты понимаешь это, да, ты явишься. А чем будут любоваться? И вот тут я тебе говорю, это и есть свой нафс. Ты пестуешь свой нафс. Так вот я ему говорю, вот тебе еще один хадис. Умер человек. И Аллах его нафс погрузил в ад. И спрашивает его, ты кто? Нафс говорит, я это я. А ты это ты. Сказано, да, да, он его еще глубже в ад. И опять спрашивает, ты кто? Он говорит, я это я. А ты это ты. Он его еще глубже в ад. И так происходит до тех пор, пока нафс не осознает, что его вообще не существует. Вы поняли? Вот эта глубина этого хадиса, это такая вещь, ну просто она ко всем приложима. И к иудаизму, христианству, к исламу. Но мы же на области нафса, мы же лучше. Ну мы же допустим, вот представьте себе. Я вот некоторым говорю, хорошо. Ну давай ты золотой, а я вообще. Я и так так похоронил себя много лет назад. Теперь ладно, я говорю, твоя правда. Ислам разделился на 73 части. Ну то есть течения, тропки, все. Ты находишься обязательно в одном из них. Ты мне что предлагаешь? Чтобы я к тебе встал и стал сразу противником 70 дум. Они тоже себя мусульманами называют. Ты можешь себе представить? А еще пророк Бухаммед, мир его углашение Аллаха, сказал. Наступит время, и мусульмане разделятся на 73 части. И только некоторые останутся в истине. Так вот я говорю, я говорю, любой из вас спросит, ваш нас скажет, ну вот это как раз наше, допустим, там такой тонк, такое-то течение, вот такое-то, я говорю, нет. Останутся те, которые не войдут в ваш раскол. Вы раскололи ум, и ум как единое не состоялось. Понимаете? Ислам – величайшее учение, учение милосердия. И вот мне очень не нравится слово «Исламский фундаментализм». Такового просто не может быть. Ибо фундаментализм, я говорю, как раз исчезновение религиозного фундаментализма, вот то, что я говорю, я вам говорю о фундаментальных религиозных вещах. Исчезновение вот этого фундаментализма сделало поверхностными. Ну просто на уровне там Фрюгер на крыше висит, вот он влево, мы сюда, вправо, он сюда, понимаете? А мы говорим «Исламский фундаментализм». Это от невежества, потому что сами не ведаем, что творим. Оскорблять мы очень быстро на почве национальности, на почве вероучения. И вот если внимательно вот эти все вещи почитать, да, действительно, я могу сказать, что священные писания, они написаны языком тайнописи, действительно. Но вы же слышали такое понятие «священное писание» или «святое писание», да? Ну так же называют, да? Я вам хочу сказать, чтобы вы на будущее там, как говорится, не обольщались. Писание, любое, оно просто тебе писание. Просто книга. То есть буквы, слова, предложения. Так вот, святое там скрыто. Это дух писания. Это то живое в писании. И вот если ты сумеешь, вот как я говорю, вынуть оттуда святое, вот тогда оно для тебя святое. А так это просто книга. И человек, постигающий это, он просто книжник. И пытающийся толковать от ума, кто? Он фарисей. Он фарисей. Он может наизусть знать, говорить, на шпагат вставать, на мостик, сальто-морталий грустить, да? И так красиво выглядит. Я прошу прощения, один мой друг, но учился он очень образованный. Ну, в отношении вот нового образования, да? И вот он меня как-то на открытие мечети пригласил. Говорит, ну, посмотришь. А он как-то, ну, все началось как положено. И когда как-то все в конце ушли, он говорит, ну как? А он все время, ну, сейчас дорасскажу. Я говорю, а куда ты делся? Вначале вроде ты нормально начал, все это. А я потом отвернулся, тебя нет. Я говорю, вышла какая-то женщина, шесть поставила. Начала, говорит, танцевать. Я говорю, господи, мне стыдно. Я говорю, ну, надо же деньги в трусы. Я говорю, раз, у меня денег нет, я не знаю, что делать. Говорит, а она избивается. Я говорю, вот, вот так. Я говорю, ужас. Говорит, ну, все сидели, а я же вот так, а-а-а-а. Вот так вот, как бы, уже чуть ли не съел. Говорю, понимаешь? Говорю. И вдруг он, он же понял, о чем я. И тем более, он где-то догасил, он упал и начал реветь. И прямо, знаете, поет. Но это хорошо. Совесть есть. Совесть есть. Он понимает, что он самолюбованием занимался. Как он красиво говорил. Как он это все. Ну, как вот это все. Долго ревел. Ну, так хорошо ревел. Ой, молодец. Это лучше было. Это вот, я не знаю, может, его многолетняя практика вот это ревение перевесит. Вот как вот та собака, вот как он ее спасал, перевесит, вот это ревение. Он как-то мне говорит, он мне говорит, у меня все время прогоняет. Я к нему в гости зашел, а он в двухэтажный дом вот так, и рядом одноэтажный. В двухэтажном доме у него первая жена живет, ну, ей где-то за 40, наверное, за 44. А в этом помоложе, которая 26 лет жена. Ну, мы вправо зашли, вот она чай наливает. А я ему говорю, слушай, а сколько у тебя соток участок? Он говорит, двенадцать. А потом, а что? Ты никогда не говоришь нормально. Говорит, чего тебе? Я говорю, да переживают мои шайтаны. Вот как бы этот дом построили, это, а еще третья, четвертая. Сидят, они переживают, где размещать, поместится все. И вот он сидит и вот зубами скрижет. Понимаете? В конце мы сидели, говорили, говорили, его шайтаны не вытерпили, он меня прогнал. Я ушел. Я там ушел, я улыбаюсь, а он через два месяца где-то что-то пришел, открыл дверь. Ночь у меня же открыта. И он мне говорит, почему? Почему я тебя ненавижу, говорю, и люблю одновременно. Я говорю, да это очень просто. Шайтаны твои ненавидят меня, а разум твой любит меня. Вот и все, весь ответ тебе. Понимаете? Да. А тут я опять как-то к нему захожу. Я это рассказывал, мне это нравится. Я его не назвал имя, чтобы не скомпрометировать. Он очень высокопоставленный человек. Я прихожу, значит, а у него калитка открыта. Калитка ворота захожу, а в машину взял. И вот езжу, пшикалка, он пшикает, и вот так трет. Вот так. Раз возле него, где фара задняя. Вот он трет, трет, и вот так еще. Я думаю, старается. И я стою, стою и говорю, а, ну, именно, такой-то дома. Он, ой, ой, напугал. А я говорю, ты, когда он придет, скажи, что такой-то приходил, Мурат, а другу своему, поскольку ты так нежный, это под хвостом еще так, облежи, и пошел. И вот он догоняет, ну, хватит, вечно ты так, нормально не говоришь по-киргейски, Джонни Сильвейсинга. Я говорю, да нет. Он говорит, ну, что тебе опять привиделось? Я говорю, да не знаю. Я зашел, смотрю, какой-то человек вот так, шайтана облизывает. А тут уже дошел, вроде как, все, так, до блеска обрезал, хвост. А я уже говорю, ну, раз так, то подними хвост, под хвостом я говорю. И вот он стоит вот с этими причинталами, как бросил. Вот он тогда меня выглянул. Потом. Я о чем хочу сказать? Ребята, ну, шайтаны – это природа такая. Почему, скажем, дьявол, отец лжи? Мы сколько угодно можем себя обманывать. До самого смертного часа обманывать себя, ребята. Ну, это вскроется, вот поверьте мне, да, это вскроется, ну, так, как вот, как вот ты, например, проснулся утром, да, и сказал, господи, помните, какой там волшебный лампал один? Мне приснилось, что я был падишаком. Да, все правильно. Или потом, когда вернулся, помните это, мне приснилось, что я доел козлы. Одному, ну, просто сказать, мне приснилось, что я был, блин, главой такого банка. Второй сказал, что мне приснилось, что я был депутатом Джоубки Миши, там, а тот еще, а мне еще. Ну, да, ребята, ну, просто, ну, надо же совесть иметь, хорошего помаленьку, все, все, он кончился. А теперь реальность началась. Давайте сейчас мы немножко разберемся. Овец чуть-чуть в правую сторону, да, а козлов в левую. Штовец мало, одни козлы, что делать, понимаете? Ну, так же, я, упаси Бог, я не издеваюсь, не измываюсь, я абсолютно как ребенок, говорю, искренне. Ну, если оно так, и самое главное, назовите мне на свете, ну, хоть одного человека, который мимо пройдет. Ну, так, по переулочку где-то, понимаете? Вот в этом наша неосознанность. Вот поэтому сказано, да, что, прости их, Господи, ибо они не ведают, что творят. Реально. Потому что мы абсолютно подавлены Каину Белавили. Каину Белавили – это процесс. Вот когда вы взбесились, да, и ваш разум вам открыл, да, это, как бы, нервы подавляют разум, и все, и вы убыщите, Каину Белавили. Это в день по сто раз происходит. Муж сидел-сидел, на жену наорал, посуду разбил полном, а вынес, да, и ушел Каину Белавили. Здесь об этом. Про какого-то физического Каина, которого Белавили, это вообще не имеет значения. Я иногда не уродствую до такой степени, что я священнику говорю, реально, возьми Писание, сожги. Просто сожги. Потому что ту ересь, которую ты несешь, то, что ты вообще плетешь, но беда в другом. Если бы ты как простой человек читал, но не понимал, ну и Бог с тобой, да. Ты же заявляешь себя как знающего человека. Ты же других учишь, говорю. Потом говорят, ты знаешь, откуда вот на земле так много слепых людей? Ну, если повезет, слабовидящие. А, слепых. Я говорю, это все тайное становится явным. Вот ты сейчас, говорю, в тайне, слепой. А на его груди, как видишь. Так вот все тайное, когда становится явным, реально слепой становится слепым. Реально горбатый становится горбатым. Тот, кто глухонемой, ты ему говоришь, а хоть убить легче, чем сказать, говорю. Явно становится. И все. А иначе Бога нет. Ну, только так. Или так, как ты думаешь и утверждаешь. Или Бога нет. Ну, тогда вообще получается, что его нет. Ну, а как? Там убили, там украли, там изнасиловали, там муж бросил, там жена изменила. Ну, тогда так получается. Давай вашей правдой жить. Но вы же так утверждаете. Вон оно у вас в Писании. Это как в Евангелии. Там, кстати, есть одна притча такая. Когда жил один богач такой. Ну, проводил дни свои в великолепии. Одевался весом и порфиру. А рядом, сказано, под забором жил нищий именем Лазарь. Питался кроханец. А потом они умерли. И вот когда, значит, этот богач оказался в аду. И вот там кругом вот эта жара, пекло. Ну, это все символика, да? И он как бы вот так, и вдруг он вот так прозревает вот, ну, что Авраам судит. А рядом с ним Лазарь. И он к нему. Узывает. Говорит, дочь Аврааме. Пошли, говорит, ко мне Лазарь. Дабы он перстах свои, говорит. А мы, говорит, и меня могут подавать. А он говорит, ну, да понимаешь ты, говорит. Ты же, говорит, получил все хотел. Ты жил как хотел. А он, говорит, нищий стал. Теперь каждый получил свое. А те, говорит, при этом, говорит, даже если он бы хотел, говорит. Мы настолько раздевны, что он не может сейчас. Ну, то есть это реально не может перейти. И вот тогда он говорит, отче Аврааме, ну, пусть тогда Лазарь пойдет и моим братьям Петерин, говорит, сообщит об этом. Что мы здесь вот так. А он говорит, да, они пусть, говорит, Моисеев слушают. Это о чем? Пять братьев его. Это вот зрение, слух, манение, сезание и вкус. Ну, и приходим, и опять вот это внешнее восприятие. Ну, как бы, в разуме это, что есть разум, да? Вы поняли, да? А он говорит, пусть Моисеев слушает. Ну, то есть берут Писание и назидаются. А он говорит, да, говорит. Им хоть, говорит, мертвый воскресный, приди, подтверди, говорит. А они, говорит, и их не послушают. А Моисея, тем более, читать не будут. Вот это ответ на вопрос, как мы понимаем Писание. Я не говорю о рядовых, я говорю о богословах, которые, ну, уже все возможные регалии на себя одели, да? И они вот заявляют. Ну, просто как-то даже стесняешься стоять рядом, потому что он же все знает. Он с Богом на «ты» разговаривает, с ангелами разговаривает там. Ну, тогда, ну, а что, скажут? Ну, хорошо, все. Просто ты идешь к тому порогу, да? Когда ты поймешь, глаза твои откроются, ты поймешь, а реально что ты понимал? Чтобы так утверждать. Понимаете? Поэтому я некоторым священнослужителям говорю, что из вашей среды никогда не появлялись те, которые толковали. Сказано, из вашей, он простым людям говорит, из вашей среды выдвинул вам того, кто вам истолкует. То есть из среды простолюдинок, вот из таких людей, которые регалии мешают. Тяжеловато становится. Ты как будто членом профсоюза становишься. Ну, вот если ты член, допустим, прудовых резервов, ну, конечно, ты будешь против «Динамо» и «Спартаковцев». Ты будешь свое нести. И как бы корпоративные вот эти вот защищать. Если ты перешел в «Динамо» и эти становятся. Ну, точно так же мы произвелительство, из религии в религии уходим, а внутри мы еще разделены. Католики, православные. Православные сейчас, вот честно. Я говорил вот с нашим епископом Саватеем. Я говорю, понимаешь, говорю, это пока только название православное. Если взять вот так, чисто по моему разумению, в России, говорю, как же так, говорю, крестик носит, ну, скажем, 90% называющихся православным, а храм посещает 3%. Ну, так же, скажи, не больше. Он говорит, нет. А потом, говорю, я прохожу как-то, был там, гулял. Сидят сверху на лавочках ноги. Ноги на лавочке. Сами сидят на спинке лавочки, пьет пиво. И вот тут торчит крест. Ну, ты или убери банку, или крест сними. Тогда одно из двух выбери, да? А он как бы двум господам служит. И Богу, и мамоне, да? Сказано, говорит, не можете двум господам служить. И вы одному будете служить, а другому не родить. Ну, так вы и служите. Чем? Делами своими. Вот она молитва. Вот это кругом, кругом пиво. Это твоя молитва. Я как-то одному другу сказал, вот он реально, действительно, как-то вот выпивал, выпивал, выпивал сильно. И он мне говорит, знаешь, вроде говорю себе сто раз. Я не могу что-то. Я говорю, да это не ты пьешь. Если бы ты пил, я бы тебе замечание звал. Тобой пил, понимаешь? Есть силы, которые именно за это желание отвечают. Они приходят, воздействуют на определенную часть твоих нервов. И, как бы, так это... Ну, например, если бы я снимал там мультфильм какой-нибудь, я бы вот так раз, вот так раз по плечу тебя стукать. Ты раз, она говорит, братан, ну давай, немножко. Вот как раз, кто помер, да не угомонился, пьяница, да. Ах, он как, тело было, он хоть телом пил, а сейчас-то тела нету. Ну, она присоседится. Пока кто есть, и он тихо, внушением заходит, ну давай, да. И ты такой раз, раз, ай, пошел. Ты не успел сесть в те вторые, брат, ну еще пятьдесят. Потом другого еще пятьдесят, и ты валяешься. А что делать? Ты сказал, я буду сосудом для вас, они пьют тобой. Понимаешь? Ну все, а я... Пару вопросов. Давайте, да. У меня есть вопрос. Вот ваше понимание возникновения природы, разума, то, о чем вы сегодня говорили, души, эго и ума. Я могу так сказать, да, чтобы очень просто. Да, вот примерно на языке математики, да, изначально вот то, что, допустим, ну вы читали, пуруша, да, это ноль. Это состояние нуля. Ноль – это ничто, но и одновременно все. Вы представляете, это то, чего нет, и... А когда ты глянул, ну как, ну все-таки что-то есть, значит все, что есть в контексте, оно растворяется и бесконечно обновляется. Это пуруша. Потом идет атман. Атман – это как бы энергия жизни, которая вот она именно и порождает то, что мы говорим, это разум творящий. Творить вот как одной рукой хлопать нельзя, надо вторую руку, да, и вот тогда порождается то, что ум появляется. Это сила противодействия. Вы поняли, да? Но чтобы противодействовать, вот именно самый большой нокаут происходит на Земле. Создается вот эта структура, нервная система, да, а нервная система, она создается так. Есть хаос. Вот что такое хаос и что такое космос? То есть, когда мы говорим о единстве Бога, да, вот единый Бог, да, противоположность ему, вот, например, движение пошло, есть понятие множественность. Так вот, хаос – это когда самые мельчайшие частицы одна с другой вообще не контактируют. Ну, то есть, все разрозлено, да? Ни одно с другим. И вот на самом дне, грубо говоря, как его называют, тяжелейшие частицы первозданного мрака, вот представляете, да, а душа же, наверное, и она так… И, кстати, в одном процессе это очень хорошо можно наблюдать. Вот это… И вот так возникает то, что потом становится, как звездная нервная система становится. И вот, представь себе, один нерв с другим, он вообще не знался, типа, кто ты такой. А тут, представляешь, целый легион, целый космос, и вдруг одно имя произносишь, что Вася, он раз – вся сработала. Вот это именно есть космогенезис, превращение вот этого множественного в одно целое. И это одно целое, представляешь, уже… Поэтому даже живем пьяницей последнего. Ну, я и говорю, ну, ладно. Но, скажем так, первый этап, вот как блин жарим с этой стороны, ну, пожарим. На следующий раз переворачивается блин буквально недавно. И тогда вот эта часть абсолютно четко знает, потому что она разума слышна, почему, за что с тобой происходит. Почему муж бросил, почему жена изменила, почему ты бедный, почему там, допустим, тебя обокрали, почему еще что-то в сердце называется. И если для того, кто снова подтянут сюда, это проблема, а для него это очищение. Он через страдания очищается, потому что другого пути нет. А вопрос – а кто? Тогда, получается, страдает. А страдают грехи сами. Вот поэтому я, например, говорю здесь. Вот ты пришел сейчас, да, Радик? Нет, давай там украдим, давай вот так, вот так, давай собрем. Я говорю, ты же был рад, говорю. А почему, говорю, объясняю. Потому что, прикоснувшись и соблазнив человека, ты стал частью программы кармической. Ты попал, как муха на третью ленту. Теперь исчезнуть невозможно никак. Потому что ты будешь приведен сам собой. Поэтому убить можно только самого себя. Украсть можно только у самого себя. Вообще что-либо, когда-либо даже дурак обозвать. Можно только самого себя. Ибо другого просто вообще не существует. Вы поняли, да? Я надеюсь, да, мы, ну, по крайней мере, на совершенно простом прикладном языке. Вот. Знаете, я чего добиваюсь? Почему я вот в разные хожу, да, собрания и говорю. Я хочу, чтобы вы, допустим, находясь в одном течении, направлении, занимаясь югой, чтобы вы, ну, скажем даже так, с каким-то неприязнью не относились там к мусульманам, к христианам, к евудеям, там, вот. На самом деле и атеисты нормальные все. Все мы нормальные. И вот поэтому я уже говорю так, вот когда с политиками говорю, есть такой ключевой момент. Вот это, на этой стороне разум. Вот как его можно определить? Первый разум, признак разума – это доброта. Поэтому вся религия говорит, делайте добрые дела, поступайте по-доброму. А здесь, как бы, зло. Да? Сторонитесь зла и стремитесь к добру. Делай добро и кидай его в воду. То есть, делай бескорыстно. И весь вопрос стоит. Я говорю, вся… Если бы вы поняли, что все направлено… Ну, вообще, это одно. Я могу сказать, уже на протяжении, ну, лет сто, по крайней мере, стремятся к интегральному уровню прелести религии. То есть, к общему знаменателю. Я могу сказать, вот то, что космофилософия, да, вот, если он это скажет, он очень много изучал. Это и есть общий знаменатель. И я могу точно сказать, что в следующем веке, в двадцать втором, вот, в принципе, вот тот же, вот, красота иудаизма, красота христианства, красота этих школ будет, как вот разные цветы просто. Понимаете? Она будет очевидной, но призмом все будут. Понимаете? Все, ни у кого никому претензий не будет. Ведь первая претензия на земле возникла, друг другу, на какой? На религиозной почве. Так и выход обратный. Через что? Когда мы приведем вот к этому, общему знаменателю. В начале, да, тяжеловато будет вот до середины века, после середины века. Это как сорокалетний путь. Вот мы так, народа Израиля, вот, земля обитаванная. Земля обитаванная, кстати, это разум. Это символ разума. И если кто-то мне пытается доказать, что евреи пришли туда, там вообще речь идет ни о каких не евреях. Вот вы стремитесь попасть туда. Другой. Это не о национальностях. Это люди разных национальностей в мире, но сверху они смотрятся как светлячки. И вот эти светлячки и есть Богом избранный народ Израиля. Которые вняли и разными путями, йоги, там, пятикратного намаза, они пошли куда? В землю обитаванную. Поэтому сказано, ибо это не такова земля, как была земля египетская, где вы, говорит, сажали масличный сад и давили его с помощью. А земля-то благословена, очень Господа пребывает над ней день и нынешно, и опаивает воду с небес и родники текущей земли. Ну вот на этом я закончу. Спасибо. Спасибо. Я не вижу, что там. Нет, в Инстаграм меня научили, я так тыкаю, внук, я там даже что-то это. А другие ресурсы я даже открывать не умею. И я не выставляю. Вот как-то, знаете, я живу по принципу, что-то происходит. Но вы сами живёте. А где нам слушать вас и знать, и смотреть? Ну, Исмаил, есть же где-то вероятно. Есть же какой-то… Да, вот Марина знает. Нет, нет, нет. Марина знает у нас, мы в переписке находимся. Марина, как этот называют? Ну, как вот этот… В Инстаграме вы называетесь «кушнофилософия» Мурат Мусабаев сама. В Телегану Канаде есть, в Пасэму появляется. Там очень много информации. Я поняла, я поняла. И вот, понимаешь, я, например, вот своим друзьям-мусульманам… Сейчас всё. Я мусульманам уже многих приучил, а не медитирую. Сдавала землю к этому, да?